До референдума по вопросу строительства атомной электростанции осталось меньше двух суток. Завтрашний день объявлен днем тишины, а уже в это воскресенье казахстанцы решат судьбу энергетической отрасли страны. Приготовления к этому важному событию длились больше месяца. Насколько участки для голосования готовы к открытию и что нужно успеть сделать до того, как туда отправиться, расскажет Анна Абрамова. Если и не стопроцентная, то максимально приближенная к этому показателю готовность. Сегодня в Центральной комиссии референдума рассказали, что для проведения голосования, как внутри Казахстана и даже в самых отдаленных его уголках, так и за рубежом, сделано практически все. Впрочем, на то, чтобы, к примеру, довести бюллетени до участков, еще есть время. Этот процесс в настоящее время активно идет и завтра, в первой половине дня, он будет полностью завершен. Бюллетени напечатали для каждого гражданина, имеющего право голоса, то есть достигшего совершеннолетия и не признанного судом недееспособным. А это 12 миллионов 244 тысячи 683 человека. Так что проголосовать, заверили в ЦИКе, смогут все и даже жители самых отдаленных аулов. А если во время референдума кто-то не сможет прийти на свой участок из-за отъезда в другой город, местная комиссия выдаст открепительный талон. Он дает право проголосовать в любом населенном пункте. Получить такой билет можно вплоть до завтрашнего вечера. А вот те, кто физически не в состоянии присутствовать на участке, могут попросить привезти урну к ним домой. Для этого нужно всего лишь обратиться к комиссии по телефону или через интернет-портал. Мы получаем заявление и выезжаем уже на дом. Заявление принимается по 6 октября до 12.00. Наши члены комиссии в 12 часов дня выезжают к ним домой. Здесь у нас находятся урны. Переносные урны называются. Мы берем эти урны и два члена комиссии выезжают на дом. Пока что комиссия столичного участка под номером 256 приняла только 5 таких заявлений. Впрочем, если их количество увеличится, то без внимания не оставят никого, говорят сотрудники. Все необходимое для турне по столице подготовили, как и все то, что нужно для голосования на самом участке. Торжественную композицию и знаков навигации, столов для комиссии, пресс-стены, госсимволов, мест для средств массовой информации и наблюдателей завершает, конечно, урна для бюллетеней в самом центре зала, путь которой лежит от кабинок. На каждом участке для голосования есть кабина для людей с ограниченными возможностями слабослышащих, слабовидящих и испытывающих трудности с передвижением. Для них предусмотрены тексты со шрифтом Брайля, лупа, наушники, а также видеоролик с инструкцией и сурдопереводом. Бюллетень заполняется в кабине для тайного голосования. Бюллетень выдаст местная комиссия референдума после того, как проверит, есть ли голосующие в списке по предъявленному документу удостоверяющему личность. К слову, лучше уточнить это заранее, по телефону, через электронный портал или мобильные приложения. Если же в списке на участке по месту прописки вас не оказалось, обратиться можно в специальные мини-цоны или к работникам участков. На каждом участке по два человека имеют доступ к онлайн-сервису, и они в оперативном режиме посмотрят. Если данный человек прописан в нашем районе, на данный участок относится, его включают в список. Если на другом, то подскажут, на какой избирательном участке. Опция «Проверь себя» доступна больше, чем на четырех тысячах участков. И даже для тех, кто не имеет прописки, предусмотрели выход. У нас есть люди, которые вообще без прописки, они граждане Казахстана. Вот для них на 196 участках есть возможность на один день прописаться и проголосовать на этих участках. Всего же 6 октября будет открыто 10 323 участка, 74 из которых за рубежом. Напомню, что принять участие в референдуме не смогут те казахстанцы, которые сейчас находятся в Ливане, Израиле и Иране, и соображений их безопасности. Что же касается голосования в пределах нашей страны, то 84 участка будут открыты с 6 утра для тех, кто не может выразить свою позицию в другое время из-за службы или особого графика работы. Остальные с 7.00 до 8 часов вечера. Анна Абрамова, Дамили из Басарова, Улагат Мергалиев, Столичное бюро, КТК.